Петрахусовкина. Смотрю сериалы на русском. Служебный роман — это наш любимый семейный фильм. Москва слезам не верят. Помню, что я смотрю этот фильм. Ни х** я не понимаю. Субтитры и дубляж вообще не совпадают. Ты бы сыграл злодея? Да, и без работы сыграл. Ребята, вы это попросили, мы это сделали. Всё очень круто. Сегодня будет подкаст. На какую тему, Джордан? На кино. И на то, что лучше — дубляж или субтитры. И, конечно, мы будем говорить про кино как целая индустрия. Ещё мы поделимся личным опытом по поводу просмотра кино в Америке, в Британии и в России. Я думаю, что будет суперинтересно. Ну чё, погнали? Погнали! Let's go! Я начну с вопроса к тебе. Are you a sweet or salted guy? Salty. Ненавижу, когда люди вот это, типа, давай попкорн вместе возьмём? Я говорю, хорошо. Кармели. What the f**k? No, go home! Почему? Это очень вкусно, а нельзя вообще смешивать? It makes my teeth hurt. Why? Потому что слишком сладко, я не знаю. Ну, честно, я ходил гораздо чаще, когда я был в Англии. Тогда жил как бы в детстве. Скажем, два-три раза в месяц, скорее всего, да, я сходил в кино. Сейчас уже нет. Здесь, как бы, в Москве столько всего, как бы, ну, которым ты можешь заниматься, не знаю, как бы, сходить в бары, сходить в рестораны, оставаться дома. И ещё, конечно, из-за того, что Netflix появился на свете, я более склонен к такой идее просто оставаться дома, влезть на кровать и смотреть всё, что появляется передо мной на экране. Всё, что алгоритм Netflix, типа, подсказывает? Да. Я, конечно, сам себе создал такой алгоритм, скорее всего, из-за просмотра любой х**ни. Ходил раньше, сейчас нет. Но я хочу сказать, что мне очень понравилось такое впечатление в прошлом, в смысле, в детстве. Потому что это была как такая деятельность, как бы, совместная со всей семьёй. То есть мы с мамой, с сестрой, мы все сходили вместе, допустим, после школы. Можно сказать, что из-за этого созрелись все хорошие воспоминания. А сейчас, допустим... Всё благодаря кино. Вот. Ну, я помню, один раз, когда мы все ходили после школы, мы смотрели The Phantom Menace, the first Star Wars film. Конечно, это х**ня. Как бы, по качеству, это не хороший фильм. Но, всё-таки остались такие хорошие воспоминания после того, что мы с семьёй хорошо провели время вместе. А для тебя? Смотри, я довольно часто хожу в кино. Мы редко ходили в кино в детстве. И это в основном было только если наш дядя нас с братьями взял с собой, потому что мама и папа как бы не были любителями. То есть папа предпочитал сидеть дома, даже до появления Netflix. Мама просто, ну, не то, что не хотела, просто, я не знаю, она лучше сидела и разговаривала по телефону. Короче, вот у нас такая, ну, типа, бедная семья была. Ну, мы не часто ходили в кино. В смысле, не по причине того, что это дорого, а по причине. Просто... Ну, и то, и другое, на самом деле. Потому что у нас ещё, ну, это, у нас была такая семья, ну, не очень много денег и ещё много детей, блин. То есть надо ещё, ну, это, чтобы всем подходил этот фильм, надо ещё, конечно, обеспечить всех. Надо как-то, ну, сделать так, чтобы у всех был, типа, кэнди, попкорн. Ну, это, ну, это, на это выходит, ну... А вы приносили ей свою еду? Нет. Не, никогда. Просто мама так делала, она всё прятала, как бы, под майкой, просто под одеждой, чтобы ничего не было видно. Как будто она беременна. Ну, просто вот так ходит. Да нет, это очень на почву, это мне нравится. Такой подход ко всему этому. Но мне, нет, мы ничего не брали с собой. Может быть, только в воду, если что. Мамы в сумке. Ну, я думаю, что связано с тем, что мы так редко ходили в кино, это был всегда для нас такой ивент вообще, что из-за этого у меня появилась такая любовь в кино. Потому что, ты знаешь, когда ты ходишь, и вот всё становится темно в зале, и видишь трейлеры на экране, вот эти первые звуки громкие. И это такой, ну, волшебный такой экспириенс для меня был, что я очень любил, прям очень любил. И каждый раз мы ходили, ну, час всего за тядей. Это было, не знаю, так классно. И я подумал, что однажды я там тоже буду. Блин, это было очень классно. Ты уже в то время мечтал быть актёром? Конечно. Я, я, ну, я сопротивлялся с этой мечтой, потому что, ну, это понятно, что это, в кавычках, сложная профессия. Это, ну, я просто понял, что, наверное, ну, такого не будет у меня в жизни. Но, но я всё равно мечтал, типа, ну, блин, делать кино, вот участвовать в кино, смотреть кино дома. Мечтал об этом всём в одном. Но потом, когда я уже учился в первом институте в Америке, я по вечерам, потому что, ну, у американцев нет бесплатного образования, я ходил на работу после учёбы каждый день в кинотеатре. И я там делал всё. Я продавал билеты. Я надрывал билеты. Я был там уборщиком. Я делал, короче, всё, что там можно было. Вот всем раздавал попкорн. Это был, типа, арт-театр. Это было в торговом центре. Очень дорогом торговом центре. И там такой зритель, что это всегда какая-то женщина, типа, с накачанными губами, которая, типа, можно мне, пожалуйста, вот это, вот это, нет, не вот это, вот это. И просто вот 20 минут говорит о том, что просто хочет воду. И это просто таких людей терпеть не могу, когда они просто смотрят на тебя сверху. Знаешь, вот это, ну, да. Я, на самом деле, устроился на эту работу, потому что можно было смотреть фильмы бесплатно. И можно было ещё, то есть, после того, как все зрители ушли, можно было остаться там и смотреть фильмы, которые будут на следующий день. Я так и делал. Я очень мало спал, потому что я просто хотел смотреть эти фильмы. И прикольные фильмы, и х**овые вообще фильмы. Просто я смотрел всё подряд. Потом я, конечно, переехал сюда. Жизнь изменилась. Но я, нет, я на самом деле так же хожу в кино очень часто и хожу на всё. Хожу на детские фильмы, хожу на оскаровские фильмы, хожу на просто, типа, Marvel. Ну, на всё подряд. Для моей семьи, допустим, это был какой-то ивент всегда. Да, но в целом для американцев у меня такое ощущение, что это вообще просто обычный вечер. Несмотря на цену там. Просто обычный вечер. Там не то, что ты ходишь в оперу. Потому что это уже другое. И за это я думаю, что у многих русских на самом деле есть такое представление, что в Америке все как-то попкорн жрут и очень шумно жрут, хрустят и кричат на экран и так далее, и так далее. И это всё правда. Да? Да. Это на самом деле меня немного бесит, что есть такое представление, потому что в России мне лучше, ребят. Простите меня. Всегда. Почему-то у меня всегда такой опыт в России, что за мной сидит ряд подростков, которые пьяные в говно. И они все, типа, бля, 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 и сосутся там. И по-моему, они ещё успевают трахаться при мне. И это так громко. И я просто терпеть этого не могу. Когда мои друзья начинают не с чёпотом говорить. Это меня дико раздражает. Прям дико. Я говорю, shut the f**k up. Я пытаюсь смотреть кино. А ты прям так говоришь? Своим друзьям, да. Но другим людям я не умею. Я не умею. То есть ты думаешь, ты не в праве. Ты не в праве так делать. Давай скажем так. Я просто ненавижу конфликт. И просто в моей жизни я пытаюсь избавиться от конфликта полностью. Ну это не конфликт. Ты, конечно, ты имеешь такое право. Потому что вы все делитесь с таким экспириенсом сейчас. Но вы смотрите этот фильм. А если они мешают вам или вам с твоими друзьям так делать, то почему бы нет? Ну да. Слушай, ты абсолютно прав в этом. На самом деле мы имеем право как-то повернуться и сказать, типа, ребят, ну камон. Это как бы немножко потище, да. Отношение кино в Америке это равно к ощущениям к театру в России. Так. То есть у меня такое ощущение, что в Америке, типа, такое ощущение, что кино это просто обычный вечер. Да? А вот если идти в театр, это уже какой-то ты элитный. Это престиж. Да. Это престиж. Ты элитный. Ты какой-то вот это, да, типа, с подвышенным носом. А в России это наоборот. Просто вот в театре я вижу просто люди в джеймсах, просто им реально... Просто как-то... Ну что, типа, пошли в театр. И я так что себя веду. Это плохо? Нет. Это очень хорошо. Дело в том, что в Америке кино это доступно обычному зрителю. Это доступно. А театр недоступен. Потому что театр, это, ну, билеты там такие бешеные цены. А тут я играю в спектакль, который, ну, ты можешь купить на этот спектакль билеты за 500 рублей. Я бы хотел это изменить, конечно, надо повысить эту цену. Но... Ну, по стоимости в этом плане здесь гораздо дешевле. И в кино, и в театре. Да, гораздо дешевле. По данным прошлого лета, да, 19-го года, я потратил на билет 12 долларов. Это... 12 долларов? Да. Это тысяча рублей где-то. 936, да. Это на обычный. Ни IMAX, ни 3D. Ничего крутого. Просто обычный сеанс. И это было в 4 часа дня. А попкорн, это еще дороже. Вот такие вещи. Но это все очень дорого там. Это дорого для американцев? 12 долларов? Это... Смотря где. Ну, это... Смотря где. Ну, это просто... Не, это дорого. Если ты кинолюб, я думаю, что это дорого. Блин, ну, это 12 баксов на билет. Еще, наверное, 12 баксов на попкорн. Еще, если хочешь какой-то напиток, это минимум 5 баксов. Уже выходишь с счетом 30 баксов. Ну, да. Обычно покупаю какое-то комбо. Если у тебя еще семья, да, конечно, это дорого, мне кажется. Но... Я бы сказал, что это где-то... Это на грани дорого, наверное, для американца. Если это все равно какой-то обычный вечер с семьей. Ну, да. В принципе, нет. Но это... Я бы сказал, что в Америке чуть хуже. Ну, я работал еще уборщиком. Там это... Там я еще блевот не убирал. Просто кто-то во время сеанса блюет, потом досматривает фильм. Обычно человек, ну, вышел бы, сказал бы администрации, да, но нет, досмотрел фильм. Джордан, что скажешь о Британии в этом смысле? Бывает, что тоже очень плохо себя ведут в кино. То есть они кричат, они постоянно общаются, вообще не обращая внимания на экран. То есть им *** на самом деле. Это просто такой экспириенс. Либо они туда пришли ради того, чтобы трахаться на последнем ряду. Ты трахался в кино? Нет. Вери дальше. Вери? Да. Я... Может, я просто недостаточно сходил в кино здесь, для того, чтобы сталкиваться, столкнуться с таким опытом, когда люди здесь, ну, в смысле, плохо себя ведут. Может, мне просто повезло. А в театрах вечно здесь кто-то смотрит на телефон, там постоянно светится такой экран. И это дико, конечно, ну, мешает мне смотреть на то, что происходит на сцене. Тем более, не знаю, может, потому что обычно, когда я сейчас схожу в театр, это для того, чтобы смотреть постановки на английском языке. Может, этому человеку немного скучно, может, сложно понимать. И как бы на секунду они просто отвлекаются на телефон. А если это постоянно происходит, причем не только у одного человека и у некоторых, то как вообще с этим справляться? Потому что им все равно, Джорн, им просто все равно. Простите, я знаю, что мы не про театр сейчас, но у меня вот... Я даже вот, если я играю в спектакль, я могу... Ну, я же не смотрю в Зо, но я могу вот так чувствовать, что человек просто в первом ряду сидит в телефоне. Я пытаюсь, блин, я что-то делаю. Им просто все равно. Или то же самое, что с кино. Может быть, я девушка, да, и парень сидит рядом. Почему я девушка в этой ситуации? Я парень, девушка рядом. И она хотела в кино. И она смотрит внимательно, и мне ***. Я просто сижу в телефоне. Ну, конечно. И людям просто все равно. То есть нет такого уважения к этому. Есть такие места, где действительно просто это... Я думаю, что даже сама атмосфера реально очень крутая. И у тебя уже сразу уважение к этому. Если мы сейчас... Конечно, мы до сих пор говорим про театр. Я все-таки... У меня больше опыта с просмотром музыкалов. Я сходил на Wicked, на Hamilton, на Matilda. Мне больше нравится сходить на такие постановки. Потому что есть, скорее всего, больше шансов участвовать в том, что происходит на сцене. Потому что ты можешь, конечно, попивать им. И потом, если начинается твоя любимая песня... И ты... Yes! Wicked! А потом Defying out it. Прям стоишь. Я надеюсь, что ты так себя ведешь. Конечно. Был... Я, кстати, уже сколько раз я смотрел Wicked? Шесть. Мама уже тринадцать раз. Был такой момент, когда мы с ней вместе ходили. Это было в Манчестере, да. Первые два ряда мы сидели. За нами сидят какие-то бросильники, как, ну, той девушки, которая играла Гленда в этой постановке. И я так громко орал в течение постановки, потому что я просто постоянно подбивал, что они начали как бы презрительно смотреть на меня. Типа, что за хуйня? Как ты смеешь это делать? Вообще, как я здесь плохо поступаю? Я просто показываю, как бы проявляю все свои эмоции. Ну, на счет того, что это просто очень круто. Я просто обожаю. Вы понимаешь? Такие впечатления. Мой первый поход в кинотеатр на фильм с русским дубляжом. Это был... Я сходил в кинотеатр «Октябрь» на работе. И я был с двумя друзьями. Мы сходили на фильм с Томом Крузом в тринадцатом году. Называется на английском «Обливиан». Не могу вспомнить, как это называется на русском, потому что я в то время вообще не говорил на русском. Забвение, наверное. Как? Забвение. Maybe. Не знаю. Всегда какой-то ужасный перевод. Это наш единственный шанс. Обливиан. Но я просто помню, что я смотрю этот фильм. Ни х** я не понимаю. И журу свой попкорн. Как-то просто наслаждаюсь тем, что я снова в своем любимом месте. И все. Но просто я помню, что это было очень странно увидеть, как слова действительно не совпадают с тем, что делает актер. Для меня это тогда резало глаз. И я не могу сказать, что это лучший опыт моей жизни. Сейчас уже понятно, что я привык к этому. Но... Но... Я просто реально удивлен, правда. Ну, стыдно, конечно. И я... Почему стыдно? Ну, я просто... Я всегда скажу, чтобы смотреть фильмы в оригинале, конечно, с субтитрами. И я заодно обращаюсь на субтитры и на речь. Если я что-то смотрю с дубляжом, это на своем ноте. И это то, что я уже смотрел в оригинале. Какие-нибудь мультики, допустим. То есть ты ходишь на зарубежные фильмы с русскими субтитрами. И ты хочешь сказать, что ты читаешь на русском языке, что написано? Да. То есть ты не слушаешь только? Нет. Не слушаешь... Не слушаю только. Я и слушаю, и читаю. Ну, почему бы нет? Это та появляция на экране. Почему не воспользоваться такой возможностью? Ты относишься к этому как к практике русского языка? Да. Во-первых. Потому что я могу найти какие-то, не знаю, ошибки. Когда мне не нравится перевод. Когда есть такое искажение смысла. Я бы хотел добавить. Сейчас, как раз когда я возвращаюсь домой, я сейчас хожу в кино и что-то смотрю в оригинале. Мне не хватает субтитров. Бывают такие ощущения, что там никакие субтитров на русском языке. Я уже так привык. Когда я переехал во Владивосток, я начал смотреть аватары «Легенда Банги», пересматривать точнее. Потому что я уже смотрел в оригинале. То есть я уже был знаком со сюжетом. И, типа, если я какой-то момент пропускал, то окей, все хорошо. Потому что я уже знаю, что будет, что случится. А в этом плане, конечно, это было очень хорошо для языка. Я просто находился в своей комнате. Там такое уютное место. И как бы никакого давления. There's no pressure. Я могу это смотреть в любой скорости. Как я хочу. Как мне удобно. Причем, мне кажется, в плане дубляжа, если это мультики, это меньше реже глаз. Я бы сказал. Я согласен с тобой, да. По сравнению с тем, что это, как сказать, live action. Вы за дубляж или все-таки против? Я супер против. Я за дубляж, если это для детей. Потому что, ну, понятно, что они же не могут читать все. И, может быть, это связано с тем, что... Просто в Америке, ну, сейчас уже меняется, правда. Но всю мою жизнь, если я хотел смотреть что-то на другом языке, просто у нас нет дубляжа. У нас нет его. И... Ну, не было его. А только, когда это какие-то иностранные мультики. Да. Тогда они это перезвучивают. И это действительно не реже глаз, потому что это не настоящий человек. Я, правда, понимаю всю эту индустрию, что это распространенная индустрия, что, правда, это бизнес. И что это делает кино более доступным для многих людей. Но давайте скажем по чесноку, что любой дубляж — это пересказ. Даже вот перевод, даже если я смотрю с субтитрами, может, это тоже пересказ текстовой. Но хотя бы слышу, что подает эмоциональный актер, который изначально это говорит. То есть я никогда не забуду, никогда не забуду, как мы в ГИТИСе, у нас была такая задача, вот, например, сценическая речь, типа повторить за каким-либо актером, типа за его голосом. Сделать его голос, да? И какая-то моя однокурсница пришла, уже готова сделать Кэмерон Диаз. И она такой, класс. Показывает русский голос Кэмерон Диаз. Типа, ну, та женщина, которая обычно ее перезвучивает. Я такой, ну, это что-то с х***ю. Просто это не она. Ты смотришь только половину фильма по факту. Ты слышишь одно, смотришь другое, а у тебя не одно целое, а вот где-то вот так выглядит твой опыт этого фильма. И я не говорю, что это плохо. Кого-то это очень хорошо устраивает. И я тоже хожу на фильм с дубляшом русским, со своими друзьями, кому лень смотреть субтитры. Ну, как ты сказал, ради того, чтобы сделать просмотр всех фильмов по всему миру доступным всем людям, надо пройти этот процесс. Даже за последние десятилетия, за пять лет дубляж существенно улучшился. Они учатся на ошибках, они знают, как это улучшить, как, не знаю, подтянуть какой-то дубляж к определенному голосу какого-то человека. Ты ни разу не перезвучивал на русском языке. Нет, ну зачем им нужен мой акцент? Нет, не было такого опыта у меня. Тогда я с этим не согласен, потому что я просто чувствую, что ты идеальный кандидат в этом смысле, потому что ты владеешь обеими языками. Ты знаешь, как это произносит правильно и на английском, и на русском. И ты можешь просто вот перенести, переключиться на обе языка без проблем. Почему не использовать себя и твои навыки, чтобы, ну просто, to give the best product? Если заниматься дубляжом, я уверен, что вот 99% всех русских актеров, которые занимаются дубляжом в России, не знают английского. Просто не знают. Но в России действительно хороший дубляж, то есть эта индустрия дубляжа действительно хорошая. Я смотрю русские фильмы, и даже я могу сидеть, как американец, который типа якобы знает русский язык. Я могу сидеть и оценить даже, типа, а, вот здесь был нормальный дубляж, то есть это, я вполне сидел, ну и как бывал во время прошлого. Что ты считаешь нормальным дубляжом? Когда актеры дубляжа тоже дают какое-то эмоциональное что-то. Слушай, нам надо понять, где перевод, а где дубляж. Потому что иногда перевод отличается даже от дубляжа. Дубляж – это вот специальный такой бизнес, где вот мне надо не только понять перевод, а мне еще надо понять перевод, который совпадает с липсингом. Да, в смысле твои движения… Поэтому это иногда даже неверный перевод. Чисто потому, что это не выглядит правильно. Ну, они делают все, чтобы оно совпадало, ну, типа, ну, как я говорю. Хороший перевод может и ничего не значить, потому что это не, ну, ложится хорошо на трек, который уже есть. И поэтому перевод – это только важен, ну, нет, это важно везде. Но перевод сам, ну, важнее всего для субтитров. Если ты смотришь, включай дома сегодня вот Netflix, ну, если ты это отлично делал, с русским аудио и с русскими субтитрами. И ты услышишь, какой-то американский или английский сыро. Ты услышишь, как субтитры отличаются от… Вот это меня раздражает. Как вообще помочь человеку подучить другой язык? Допустим, если он сейчас учит этот язык. Если субтитры и дубляж вообще не совпадают друг с другом. То есть, в этом плане, почему просто не иметь субтитры, чтобы они были такими же, как речь? А, ну, это просто ошибка. Это ошибка того человека, который это сделал. Это, на самом деле, вот это, ну, вот есть субтитры на языке аудио. Да, если бы если фильм на русском, субтитры тоже на русском, есть эти субтитры для глухонемых людей. И вот люди, которые этим занимаются, видимо, они просто нехорошо это сделали. Это просто ошибка. Это не связано с дубляжом. И может это из-за того, что они как бы заказчики, они, ну, приходят из разных сторон. То есть, одна компания заказывает, чтобы сделать субтитры, а другой хотят, ну, собственно говоря, конечно, речь, это уже находится в самом фильме. Я работал с людьми в России, которые очень хорошо этим занимаются. И действительно, русский дубляж очень классный. Я смотрел сериал «Тьма», немецкий сериал очень классный. И там я увидел, что есть английское аудио. Я такой, чё? Я это включил буквально на 5-10 минут. Потом просто терпеть это не смог. Мне было интересно. Я все равно хотел смотреть на немецком. Просто я это включил, и я такой, блин, это ужасно. То есть, вот тут я могу спокойно хвалить русских людей и вот русскую индустрию дубляжа, что они это классно делают. Потому что хотя бы, если немного эмоций в этом, иногда это очень плохо получается, иногда хорошо получается. Просто, ну, пока что американцы не умеют дублировать. Я понимаю, что вот эта простая Сузан, которая живет в Кентукки, она не будет смотреть субтитрами, она будет смотреть с дубляжом только. Поэтому я понимаю, что надо развивать эту индустрию ради нее. Просто все это не ко мне. Тебе нравится, кстати, делать субтитры? Нет. Потому что есть два разных опыта у меня. Первый опыт – это просто человек хочет это завтра. И я такой, нет, мне надо посидеть. Я хочу, чтобы у каждого персонажа, ну, он звучал так, как он размышляет. Я хочу, чтобы у него была своя характерность, чтобы реально был очень классный перевод. Людям это обычно не нравится. Они не готовы заплатить за это, во-первых, в России. Они готовы платить за быстро. Не за качество, а за скорость. Или вот второй вариант – ты добился того, что можно наконец как-то договориться с человеком, который это написал. Этот человек думает, что шарит хорошо в английском, хотя не шарит. И начинает тебе говорить, как правильно это все делать. И типа, а, это у меня буквально на днях, это был Джорнис, что человек переделал мой перевод. Потому что типа, ну, я хотел это сделать более типа по-американски. И просто там такая дичь, что я читать не смог. И я сказал, давайте просто расстанемся. Что? Потому что мне не нравятся футуроводшие условия. Это было так смешно, эта женщина. Реально мне пишет, что типа, нет, это вот, я не это хочу сказать. Я вот это хочу сказать. Я говорю, ну, это дословный перевод, и это ничего не значит. Ну, типа, что-то такое. Я говорю, да, есть что-то такое, то, что я предложил изначально. Может быть, у тебя был очень крутой опыт, где типа, да, надо снимать субтитры, но у меня такого не было. У меня только дичь полная. Недавно, короче, во время карантина, вот мне отправили сценарий. Огромнейший, огромнейший сценарий просто. В смысле, тот? Да, тот самый. И сказали, типа, нам это нужно, типа, через полтора недели, по-моему, да? Да, да. И я понял, что, б***ь, реально, я просто не успею. Ну, хотелось бы вот такие деньги, конечно. Хотя, на самом деле, было мало денег, я считаю. Не буду деталей рассказывать. И я понял, что мне нужна помощь. Я написал Джордану. Я говорю, Джордан, помоги мне, пожалуйста, вот с этим. Начинаем над этим работать. И мы никак не можем договариваться по поводу денег с этим чуваком. И я такой, ну, слушайте, я одному уже, ну, я один исправлюсь. Я нанимаю помощь. И просто, ну, это, ну, блин, заплатите за это. Это огромнейший труд. Вы хотите это в нереальных сроках. И просто, ну, заплатите за хорошую работу. Я не понимаю, в чем дело. И он такой, типа, нет, это, ну, я сказал цену. Он сказал, нет, это слишком дорого для нас. Я такой, ну, окей, тогда это как бы к другому человеку. Потому что, если я буду этим заниматься, я буду это делать хорошо. Чувак мне пишет спустя две недели, что ли. Уже после этого срока пишет, типа, ну, вот, у нас кто-то уже перевел. Пожалуйста, вот, поправляйте переводы, если вы сможете, вот, за сокращенную цену. Я такой, ну, почему бы нет? Нечем заниматься во время карантина. Давайте. Открываю. Я читаю это, и как-то что-то не так. Как-то что-то очень странное тут. Наверное, 60% звучит нормально. Потом я понял, в чем фишка. Там были какие-то вот словечки, где пропадали периодически. Я такой, хм, сейчас попробую кое-что. Внес весь документ в Google Translate. Это один в один. Я делаю скриншот. Отправляю первым делом Джорни, мы очень сильно посмеялись над этим. Отправляю этому чуваку. Я говорю, чувак, либо переводчик вас обманывает, либо вы меня пытаетесь на**ывать. И это не ко мне. Давайте разберитесь с этим. Он такой, да ладно. Такого не может быть. Мы сейчас позвоним переводчику. Я предполагаю, что переводчика никакого не было. Этот чувак сам просто реально просто Google Translate хотел, чтобы я это заскошенную оплату в это все сделал. И в итоге просто мы закончили разговор на этом. Он больше меня не писал. Мне женщина, с которой я слегка знаком, она мне на днях отправила ссылку. Она такая, типа, не хочешь перевести эту книгу? Я говорю, ну, сейчас нет. У меня реально нет времени сейчас. Типа, ну, когда это тебе надо? Тебе за две недели это надо перевести? Я такой, вау! Что? Что? Ну, просто ты пи**ец! Это кто так думает? Можно перевести просто целую книгу. Вы что хотите? Для этого нужны какие-то серьезные наркотики, которые мне недоступны. Причем ты вообще ничем не занимаешься. Ты просто там сидишь. Даже не какаешь. Ты просто надеваешь памперсы и все. Еще это не только ты. Это мы с тобой вдвоем оба надеваем памперсы и вот нюхаем просто вот что-то. Это надо отрезать потом, мне кажется. И просто это, ну, по-другому никак. Мне кажется, персонажи-злодеи чаще появляются у нас в Британии. То есть, когда у меня такая связь, что обычно они их играют британцы. Но мы так и делаем, да, в Америке. И на самом деле, блин, вот эта штука, прости меня на секунду. Я подумал, что в России у меня будет вообще типа светлое будущее, ребят. Потому что у меня есть акцент, когда я говорю на русском языке. И я подумал, что, может, в России тоже есть такая штука, что типа у злодея есть акцент. Нет такого. Я без работы сижу. Ты бы сыграл злодея. Да. Ты бы изменил голос. Понизил. Зачем так? Ну, это стереотип. Джор, но я бы это сделал качественно по своему. И, кстати, как раз пример, ну, пример голосов для злодея. The Joker. Если это в мультиках. Mark Hamill? Да. Но с каким акцентом? С американским? С британским. Я не смотрел мультик одного. Да. Окей. Но американцы всегда делают злодеев, ну, с каким-то акцентом. Ну, то ли британским, то ли, ну, с каким-то другим, да, русским. Это чисто потому, что вот это, я думаю, что вот это чувство, это ощущение как-то незнакомства. Ну, типа незнакомого чего-то. Это опасно. И это все. Это не связано с тем, что мы думаем, что британцы злодеи. Скорее всего думаем, что русские злодеи, но это как бы не суть. Как, я не знаю, как британцы показывают американцы, американцев в кино. Просто не показывать. Типа они вот, они уехали от нас. И просто не будем их трогать больше в этой жизни. Типа британцы есть британцы и больше ничего. Единственное, о ком я могу вспомнить сейчас, это Матвей МакКонахей в «Джентльменах». Ну, он там играет как бы вменяемого американца. Это типа «не», как будто он чокнутый. Мне кажется, у него классный такой акцент. У Матвей МакКонахей? Ну, у него типа, ну да, южный. Я думаю, что все, неважно где, все думают, что американцы тупые. Поэтому если где-то появляется американец в кино, он должен быть тупым. А мы, наоборот, очень уважаем, если вы не злодеи, мы очень уважаем британцев. Всегда такие, типа, пош, очень фэнси. И мы просто посещаем за вашими акцентами. Вы представляете нас не такими, какими вы есть. Sorry to disappoint. It's okay. Ну, ты смотрел… Have you watched Rocky IV? I don't think so. Так, ты знаешь такого персонажа, Айвана Драго? Может, Драго. Как дракон. Он гораздо сильнее Рокки. Он гораздо выше. Он интеллигентный. То есть, по всем качествам, по всем, что есть, он лучше Рокки. Они это показывают тем, как они тренируются, готовятся к этой борьбе. Его представляли, как будто он вообще робот. Он сейчас тренируется не в зале, а в лаборатории. У него такая маска есть на лице. То есть, он всегда получает кислород. Его проверяют все… Ну, в смысле, его организм, чтобы он стал самым лучшим. И вот то, как они его представляли, как бы, да, воспринимали, это именно соответствует обычно таким стереотипам и чертам характера личности, которые обычно принадлежат русским персонажам, русским людям в фильмах. Слушай, я думаю, что у нас такие стереотипы, если мы показываем русского человека, да, он типа шпион или он, я не знаю, какой-то злодей. Ну, вот недавно вышел «Довод», и там тоже, ну, он русский, он злодей, типа главный. Я не знаю, ну, это, да, часто злодеи, часто шпионы или проститутки. Седор Джанки еще. Служебный роман – это наш любимый семейный фильм. Серьезно? Нет. Хочу спросить про русское кино. Знают ли, что это про русское кино во Британии и в Америке? Нет. Нет. Я шучу. Нет. Если ты учишься, допустим, на filmmaker в Америке, все знают, кто такой Тарковский. Все. Все смотрят «Зеркало», все смотрят «Солярис». Все это смотрят. Но сейчас выходят периодически русские фильмы там. Фильм из Вягнецева выходит там. Мы с папой сидели, смотрели «Ливия Фан» вместе. Это вот разговор был такой. Он говорит, слушай, я не уверен, что я хочу посмотреть фильм с субтитрами сейчас. Я устал. Я сказал, ну, крепись. Сиди, смотри. И мы посмотрели, ему понравилось. Как можно сказать, что этот фильм понравился кому-то? Просто он это ценил. Не знаю. Мой папа просто тоже кинолюб. Но так нет. Никто. И просто иногда, типа, друзья говорят, что с кем они тоже, типа, что ты там делал. Я такой... No. What? Because... Просто... Come on. Come on. Но если будет что-то, чем я очень горжусь, конечно, буду всем показывать. Я могу привести на пример, что как раз, когда я учился в школе, и название какого-то фильма... Ты узнал, что есть страна Россия. Москва слезам не верит. А, да, кстати. Это... Вам в школе показали? Это слезам. 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 Что-то не знаю. Может, какой-то отрывок мы смотрели. Ну, вообще... Фостер показали? Нифига не было... Нифига не было понятно. И... Я только что сказал слезам. Потому что мой учитель сказал, Москва слезам не верит. То есть, это как бы свидетельство о том, что мы очень мало знаем про русское и российское кино. Хотя, очевидно, с моей стороны, качество, ну, улучшается каждый год. И чем чаще все эти фильмы сейчас показываются в международных фестивалях, тем вероятнее, что такой менталитет в ближайшее время изменится. Я так очень-очень хочу. Тоже с тобой, что в Америке тоже знают о фильме «Москва слезами верит», «Летят журавли», допустим. «Летят журавли», потому что был номинирован на «Окск». Ну, да. Все эти «Оскаровские» фильмы. Также «Левиафан», «Утомленное солнцем». Любимый у меня русский фильм. Не обязательно уволочить. Любили любовь? Не, я думаю, что «Любовь и голубы». Мне нравится очень. Такой приятный фильм. Сколько русских фильмов ты посмотрела «Собака с УТВ»? Тебе хватит пальцев на одной руке? Ну, просто все названия улетели сейчас из головы. Да, да. Никто в ней был. Ну, нет. Помоги. Напомни о названии фильма «Звягинцева», который ты мне порекомендовал посмотреть. И я посмотрел. «Возвращение». «Возвращение». Этот фильм мне очень-очень сильно понравился. Я как раз плакал в течение фильма самого. И после просмотра я просто там сидел. Ну, просто вот этот фильм произвел на меня очень сильное впечатление. И, ну, thank you for recommending that film. It was very good. Ну, опять же, я гораздо чаще смотрю сериалы на русском, а не фильмы. Есть у тебя любимый русский сериал? «Чики». Да. Да. Хороший сериал. Очень. Что тебе больше всего понравилось? Мне нравится, что он такой, ну, как-то беспощадный. Актерская работа очень классная у каждого там, да. Обстановка. Обстановка по кайфу, да. Там здорово. Такой момент, когда чувак, он вверху просто едет по дороге и все. Десятисекундная кадра. Появляется этот чувак, едет, да, на коне и все. Он вообще никак не связан с сюжетом. Это просто, ну, ради показа, почему нет. Ну, создает атмосферу, да. Атмосфера места просто где-то. Ну, это я обожал. That was amazing. I love that. Я сейчас думаю о том, что, типа, самое такое американское. И я даже не знаю, может, это реально британская штука. Я не знаю, кто придумал это первым. Probably американцы, потому что мы рулим. Но mockumentary. Mockumentary, да, это, типа, фейковый такой документальный фильм. Я советую вам, вот, фильм называется Waiting for Goffman. В ожидании Гаффмана. Очень смешной фильм. Никто, никто из моих русских друзей не смотрел этот фильм. Наверное, потому что дубляжа нет. Это просто, это, вот, если описать, вот, я не знаю, среднестатистическую Америку. Вот этот фильм, я думаю, очень хорошо описывает ее. Я советую вам посмотреть фильм 24-hour party people. What the f*** is that? 24-hour party people. Это прям то, что написано на банке. 24-hour party people. Люди, которые тусуются круглосуточно. Что ты скажешь про этот фильм? No, we made a mistake. Все, что вам нужно знать. Я буду смотреть. Я не смотрел, я буду смотреть. Я тебе потом напишу свое мнение. Там как раз есть комик болтинский. Попытайся его узнать. Я не скажу его имя. That can be a test for you while you're watching it. It's so weird, Jordan. Ты знаешь, вот мы это все советуем этим ребятам. Но такое ощущение, что, я не знаю, я хочу услышать еще ваш мнение тоже просто. Потому что я так люблю это все. И давайте вот создаем такую типа group в комментариях, где вы нам пишите свои рекомендации фильмов, которые вы бы хотели, чтобы мы смотрели. И можно друг другу. То есть там можно вообще-то все обсуждать на самом деле. И очень надеюсь, что вы еще посмотрите наши фильмы, потому что, ну, это круто. Да, таким образом, конечно, это будет взаимовыгодно и нам, и вам. Мы можем друг другу понимать. Да, и еще напишите вот в комментариях, какие темы вы бы хотели, чтобы мы с Джорданом дальше разбирали. Да, именно с наших точек зрения, как представитель Британии и представитель Америки. Может, есть определенная тема, которая вас очень интересует, и мы можем об этой теме поговорить. Поэтому, ребята, ну что, куда без этой маленькой речи. Подписывайтесь на канал. Вот, это не сложно. Это занимает, что, две секунды, по-моему, да? Там есть эта кнопочка subscribe. Просто нажимайте ее. В чем проблема? Это все. Потом вы ничего не упустите. И еще, пожалуйста, помогите нам, как бы, подключаться к этому спору о том, что лучше, дубляж или субтитры. Пожалуйста, напишите в комментах, что вы думаете. Да, я думаю, что с этого дубля мы сделали. Сейчас это все. Это прекрасно. Подкаст и все. Подкаст. 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 Подкаст.